Я решила в мультиварке потушить это мясо. Пока оно будет тушиться, я тем временем успею уже привести себя в порядок. И потом желудочку тепло стало. И все, я одельца накрылась, уснула и доспала. Вот уже методика у меня даже выработана на этот счет. Что-то мокрое. А я решила, девочки, пройтись в магазин с утра пораньше. Вот я наподобие брала в васильке, только у меня пошире. Это узковатое. Ну и зачем мне такой товарищ вдруг нужен? Я с таким товарищем общаться не хочу. Поэтому все, блокирую все дела. Всем доброе утро, девочки мои. Сегодня я приехала домой. Я закончила предыдущее видео и решила начать уже новое. Давно мы в окошко не заглядывали, да? На градуснике у меня плюс 6. Хотя говорили, что плюс 2 будет. 0, плюс 2. Дождь со снегом сегодня обещали. Но пока что осадков нету. Но пока что еще сухо. Вот. В общем, я сейчас монтирую видео. Свежий воздух на улице так хорошо. Села видео монтировать. Побыстрее, чтобы вам его выложить. Ну а дальше вытащила кусок говядины. Положила размораживать в водичку. Сейчас видео закончу. И поставлю его готовить. Я на завтрак поела только овсянку и попиваю кофе. Пока что еще не обедала. Но время уже около часа. Ну ничего, буду попозже обедать сегодня. Так, девочки. Я только что закончила монтировать видео. Только что поставила его на вывод. А уже времени пол третьего. Я еще не обедала. Видите, как я стараюсь побыстрее вам видео поскорее сделать. Ну, в принципе, я попила кофе. Оно у меня отбивает на время аппетит. Вот. Не показываюсь пока вам. Потому что, в общем-то, это продолжение предыдущего видео. Я приехала сегодня от дочки. Села сразу видео монтировать. И что? Смонтировала. Не купалась еще. Хочу скупаться. Потом только вам показаться. Голова, прически нет. Никакой ничего нет. Вот. Поэтому я решила сейчас, чтобы по-быстренькому. Я разморозила кусочек говядины. Он у меня тут был в холодильнике. Я решила в мультиварке потушить это мясо. Пока оно будет тушиться, я тем временем успею уже привести себя в порядок. И потом показаться вам, как есть. Так что, видео, можно сказать, у меня предыдущее закончилось. Это видео началось. Все нон-стоп. Нон-стоп. Потому что вообще в этом месяце у меня все перевернуто. Все как-то не по планам. Не по моим, по крайней мере, планам. И получается, что у меня видео сейчас выходит нерегулярно. Я у дочки без компьютера была. Поэтому прибежала домой сразу же. И сразу же давай монтировать видео. Потому что у меня идут постоянные какие-то задержки. Ну, надо будет потом по возможности, может быть, наверстать это упущенное. Но сейчас загадывать ничего заранее просто не могу. Потому что не от меня все зависит, короче говоря. Так что на сегодняшний день, что я вообще собиралась ничего не готовить. Я думала так, что по-быстрому там сделаю, перекушу. Потом думаю, завтра я буду, во-первых, здесь до вечера еще здесь находиться. А во-вторых, я туда приеду и у меня будет уже, честно говоря, вообще не до готовки. А мясо, оно как бы времени требует. Да, я уже думаю, что я возьму кусок сейчас мяса приготовлю. Что-то здесь поем, что-то я возьму с собой. Ну, гарнир приготовить быстро. Если что, я там гарнирчик какому-нибудь по-быстрому себе приготовлю. А мясо потушу, с плотливочкой сделаю и все. И будет мне счастье. Так, и у меня лопатка. Давайте лопатку. Лучок помешаем. Сейчас самая главная задача. Ну, пока видео будет выводиться, это еще на это видео еще часа три, наверное, уйдет. Я за это время уже искупаюсь и мясо уже потушу. Говядину буду тушить подольше, чем я обычно свинину делаю. Свинину час, а говядину, может быть, полтора-два часа буду тушить. Вот, сейчас немножко лучок у меня поджарится. Чуть-чуть я туда кину мясо. Хотя можно, в принципе, его и сразу кинуть. Ну, сейчас пару минут лучок немножко прозрачный станет и закину мясо. Вот. И все. И мое дело еще сегодня искупаться, опубликовать вам видео. На сегодня будет все. Остальное будет уже завтра. Все, лучок немножко поджарился и закидываю туда мясо. В общем, так же, как свинину буду делать, только дольше. Просто дольше тушить и все. Самое главное. Сейчас оно закроется. Я почему решила приготовить все это в мультиварке? Потому что, чтобы на печке не стоять, мне надо купаться, свои дела делать. А мультиварку он закрыл. Водичкой сейчас залью. Закрою. И оно будет себе тушиться. Я буду своими делами как раз заниматься. Вот. Ну, а потом уже к вам попозже вернусь. Фух, девочки. Наконец-то я искупалась. Привела себя в порядок. Могу предстать пред вами, перед вашими очами в нормальном состоянии, в нормальном виде. Вообще, из-за того, что у меня сейчас так вот все нестабильно, я то тут, то там, я думаю, что я не буду с собой тащить шампунь и бальзам и масло, которое я ухаживаю за волосами. Вот. Поэтому, вот допустим, если я уеду туда на два дня, то я лучше уже потерплю, приеду и скупаюсь уже своими моющими средствами, которые я уже привыкла. У дочки там этого всего полно, но оно там все не по-русски написано. Я там не пойму, что написано. И потом не пойму и не знаю, подойдет оно мне, не подойдет. Поэтому вот так вот. Потому что вот так вот. Вот. Значит, прошел уже час. У меня мясо тушится. Я только что кинула туда столовую ложку томатной пасты, посолила, поперчила, лаврушку кинула и все. И оно продолжает тушиться уже попозже, может быть, через полчасика, а может и через два. В общем, я попробую, если уже мясо готово, я его выключу. Поставила кастрюлю сейчас и сварю еще немножечко гречку. Думала, картошку, но у меня уже нету сил чистить картошку. Поэтому чуть-чуть гречки сварю, чтобы сегодня покушать. Я думаю, где-то через час уже будет пять часов. И это у меня будет обед, уже совместимый с ужином. Вот. Не стала я перекусывать. У меня и колбаса есть. Бутерброды могла бы. Но что-то так вот не захотела. Думаю, ладно уже. Поем уже все. Меньше надо жрать и надо худеть уже пора. Вот. Так что на сегодня все. А, у меня сейчас выводится видео. Оно только наполовину вывелось. Так что я думаю, будет выводиться. Оно еще у меня, наверное, часа полтора. А может быть и все два. Вот. Ну, очень надеюсь, чтобы там вывелось все благополучно. Я хочу сегодня, чтобы вы это видео уже увидели. Ну, если оно не поздно, у меня уже, как говорится, сделается, да. То сегодня вы его увидите. Ну, а если поздно, то на ночь я его выкладывать не буду. Тогда на утречко. Ну, посмотрим. Все. Все не от меня зависит. Сейчас вот все не от меня зависит. Вот. Так что все. Пошла я пока немножко поваляюсь. Включу, наверное, какой-то сериал. Сейчас по телеку вроде ничего нету. А вот этот сериал, который я вам говорила, Филин называется. Он вроде как и детективный. Он и детективный на самом деле есть. Но он такой какой-то легкий. И его смотреть просто даже если вот уснешь. Самое главное то, что если даже вот я уснула, когда вчера. Я, наверное, часа два поспала днем. Я проснулась. Я смотрю дальше. Там эти серии по 45 минут где-то. Я смотрю дальше. И, в общем-то, я ничего не потеряла. Потому что, ну, понятное дело, что там просто каждая серия – это отдельная история. Отдельное какое-то расследование. Поэтому суть не теряется особо. Вот. Так что сейчас я посмотрю. Может быть, я его включу, если ничего интереснее не найду. Если найду интереснее, может быть, посмотрю что-нибудь другое. Ну, в общем, не важно. Если что-то будет мне прямо понравиться, зайдет. Я обязательно с вами поделюсь, что хорошее мне попалось на Ютубе. В основном на Ютубе. Я смотрю сериалы, фильмы. В основном там выбираю. Так. Ну, все. У меня водичка закипает. Сейчас уже гарнерчик буду потихоньку варить. Надо уже и отдохнуть пора. А то я что-то суючусь. Уже суета какая-то с утра у меня все. Движение, движение, движение. И в итоге уже 5 часов, а я еще не отдыхала. Не порядок. Надо отдохнуть. Включила телевизор. А тут сейчас идет фильм «Я шагаю по Москве». И я смотрю Никита Михалков, еще молоденький совсем. Мне кажется, это или 60-е годы, или 50-е даже, может быть, конец. Ну, скорее всего, это начало 60-х. Я так думаю. Точно не знаю, какого года этот фильм. Ну, вообще он такой старый добрый фильм. Я люблю такие фильмы посмотреть. Доброе утро, девочки мои. Снимаю сегодня опять свое окошко. На улице у нас снежочек там легенький прошел ночью. Но сегодня тоже дождь со снегом вроде. Ну, минус один. Может быть, будет снежок, а не дождь. Хотелось бы, чтобы был хотя бы немножко снежок. Вот так белым-бело все кругом. Ветерочек небольшой колышет деревья. Ну, и так небо, конечно, серенькое. Ну, хоть не сильный мороз, нормально жить можно. Доброе утро еще раз, девочки. Я проснулась. Правда, еще немножко глаза. Я просыпалась среди ночи сегодня. Опять, как всегда, полчетвертого проснулась. Кофе попила, телевизор посмотрела. Открытый микрофон, в общем. И часов шесть я опять уснула. И вот уже полдевятого соседка мне пишет. Ты что там спишь еще? Кофе пить пора. Ну, в общем, встала. Я сама тоже проснулась. Вот, позвонила еще свекрови. Бабушке Наде позвонила. И поболтали мы с ней. Я у нее уточнила, когда мне лучше ее сменить. Потому что, ну, как-то еще осталось у нас недоговорено. Я-то думала сегодня вечером ехать. А она мне пишет, что сегодня она еще тоже Денечку заберет. Утром завтра отведет. И завтра уже я поеду туда. Завтра вечером мне его забирать. Так что у меня дома еще есть сутки. На побывку приехала. Вот. Что я думаю сегодня делать? Покушать я вчера приготовила. У меня есть гречка с мясом. Вот. Больше я так глобально ничего готовить не буду. Перекусы там. На обед есть самое главное. Остальное так. Овсяночку я уже сегодня поела ночью. Проголодала. Вот. Кстати, я заметила, когда проснусь ночью, кофе попью туда-сюда. Ложусь. Я уснуть не могу. А вот если я потом перекушу что-то, чтобы не на голодную, как бы не голодной быть. Тем более вот горяченькую овсяночку, так порцию проглотила. Желудочку тепло стало. И все. Я одельца накрылась, уснула и доспала. Вот уже методика у меня даже выработана на этот счет. Так. Ну, это все. Лирика. Это все отступление. Я думаю, что, наверное, я сейчас думала разгрузить, разрядить елку или не разрядить елку. Потому что я потом и еду. Собственно, старый Новый год. Меня дома не будет. Никого не будет. Потом приеду. Собственно, разницы нет, что я сегодня. Допустим, сегодня я ее разберу. Или я разберу ее через несколько дней. В общем, мне уже что-то хочется ее даже и разобрать. Но посмотрим, я сегодня буду разбирать или нет. Может быть, сегодня не буду я на это время тратить свои драгоценные. Я просто схожу в магазин. По-любому магазин собиралась и заскочу по пути. Может быть, заскочу еще и фикс прасик. Там кое-что мне нужно купить. Но и заодно посмотрим, что. И при том, что я быстрее вам тогда это видео смонтирую. По магазинам пройдусь, сниму, что хотела. Приду, смонтирую это видео, чтобы вы вовремя могли видео смотреть. А пока я там буду снимать свою эпопею с Дэней, это уже тоже не скоро выйдет, это видео. Поэтому вот, может быть, я так и сделаю. Так что сейчас я пока что еще раскачиваю, с глазки продираю. Магазины еще пока закрыты. Ну, по крайней мере, фикс прайсом с 9 работают, еще 9 нет. В общем, не буду я сегодня так тянуть резину. Наверное, я, может быть, так и сделаю. На улице снежочек такой, хочется уже по снежочку пройтись. Но, правда, ветерочек. И будет жалко, если снегом, не снегом, а дождем вот это все прибьет. Потому что у нас такая температура, она у нас крутится около нуля. Вот она, она вот 0, минус 1, плюс 1, вот как-то так. Плюс-минус 2 градуса, то плюс, то минус. Поэтому у нас оно не держится. Вот если такой небольшой снежочек, небольшие сугробы, ну, так, чтобы беленько было. Если бы оно подержалось еще хотя бы несколько дней, ну, не сильный мороз. Ну, ладно, в общем, как будет, так будет. Ладно, что это я. Оно, когда все беленькое, оно как-то так вот приятнее смотрится. Выглянешь в окно, по улице идешь, вроде светлое. Я люблю все светлое такое, знаете, чтобы было. Чтобы не серое, не черное, вот это не грязь, не все. Так, ладно, не будем долго рассусоливать. В общем, сейчас собираюсь и пойду. Вот, вышла я на улицу и смотрю, тут небольшой снежочек. Ну, сугробов так особо нету, даже вот маленькие. Но, во всяком случае, все белым-бело, и это очень приятно. На улице идет небольшой снежочек такой. Не пойму, то ли это снег с дождем, то ли просто снег, что-то мокрое. А я решила, девочки, пройтись в магазин с утра пораньше. Я рада, что я сегодня еще дома, и у меня есть время смонтировать вам еще одно видео. Вот, так что, в общем-то, у меня планы были по-любому в магазин сегодня зайти. Но я зайду еще и в Фикс Прайс. Там кое-что мне нужно купить, и по-быстренькому прошвырнемся по полочкам. Я, если что-то увижу такое интересное, новенькое, вам сниму. Долго задерживаться там не буду. Вот, и потом еще я хочу зайти в Пятерочку, и кое-что там тоже нужно мне прикупить. Вот. Я, кстати, заметила, заметили, я шапку одеваю то на волосы, то не на волосы. А я заметила, когда у меня укладка нормальная, я вчера жгулу помыла, и челочка вот так вот. Если я ее там спрячу, она вообще будет на битрине. Вот. А когда уже, как говорится, не свежая прическа, тогда уже прячу я ее так. Тогда уже я прячу ее под шапкой. Вот. В общем, то так, то так. Ни вашим, ни нашим. Совсем угодить. Кому-то нравится с челкой, кому-то без челки. Фух. Ну все, пошла я. На улице нормально так. Ну, правда, ветерок, вот это, ветерок, конечно, когда дует, не очень хорошо. А когда вот ветра нету, было бы сейчас просто великолепно. Здорово было бы. Все, погнали в магазин. Так, ну, в списке у меня ободочек. У меня просто один сломался, один остался запасной. Вот, я смотрю, бежевый с черным, голубой с черным, серый с черным, сиреневый с черным. Почему с черным? Ну, вот черный вот мне совсем не нужен. Ну, какой-нибудь придется взять. Ладно, в общем, сейчас выберу. Я смотрю, вот эти прозрачные косметички. Так мне нравятся. Люблю, когда прозрачные. Ее берешь, и все в руках, все видно, где там что лежит. А сколько она стоит? А тут цены что-то нету. Ну, вот такие вот они. С разными картинками. Лесточки есть. Очень удобная вещь. Так, классно. Я смотрю, тут много всяких разных сумочек появилось. Типа такого кошелек у меня был. Ну, вернее, есть. Но я себе выбрала потом поменьше. Вот это тоже неплохо. Смотрится, разных цветов есть. Я смотрю, заколочки вот такие неплохие взять, что ли. Или не надо. Но у меня другие есть. Вот такие еще. Хорошенькие. Вот это вот детская совсем. Для Насти бы, да? Так, что тут хорошего? Такие не очень я люблю зажимчики. О, золотистые, серебристые. Что-то тут не везде ценники есть. А вот это с блесточками. У меня как внутри там. О, еще другие штучки. Шоперы появились. Шопинг-сумочка. Вот я наподобие брала в Васильке. Только у меня пошире. Это узковатая. И у меня на Молнии. Здесь Молнии нет. Ну, вот они с надписями разными. Ну, только от ценника что-то. Вот я смотрю, они, видимо, товар только повесили, еще ценники не сделали. Так, Настюля полюбила вот эти печеньки. Питчи. Классические. Ну, мне они понравились, тоже вкусненькие. Так, я смотрю, каша моя вся на нету. О, а что ж такое? Месли, вишня, клюква появилась. Ну, я что-то такое не хочу. Так, прошла себе по магазину. Вроде как для себя особо нового. Ничего такого не увидела. Зато я смотрю, порядочек тут навели. Праздники закончились. И уже новый товар повыкладывали. Форма для салата. Такая податная есть. Поставка для кухонных принадлежностей. Так, что тут? Что тут интересного? Доски. Ну, такая маленькая доска. А что на ней, не знаю, можно порезать. Хлеб или что-то. Вот такая вот. О, подставочки. Подставочки такие. Мягкая, удобная. Вот этот цвет подходит. Бежевого нету, интересно, бежевый. Там внизу может есть. Сейчас посмотрим. Так. Вот такая вот еще интересная доска. Симпатичная. Подставка под горячее. Радио только что молчало. И так было без него хорошо. Как только начало снимать, радио начало говорить. Так, что-то тут. А вот это вот для ложек. Вот это вот интересно. Зажим. 77 рублей. Для посуды. Это для духовки, наверное. Противень можно зажать горячее. И вытащить. Вот так. Я смотрю, кружка для пива такая огромная. 299. 1 литр. Тяжеленькая, правда. А если туда еще литр пива, будет вообще тяжелое. Тяжелое. Это тоже тяжелое стекло. Ну, это вот любителям футбола. Сел футбол смотреть. Налил пиво радости. Так. Ну, что тут еще в посуде новенького? Какие-то тарелки новые. Блюда появились. Вот это я не видела. 299 рублей. Вот такое блюдо. Интересное. Интересненькое. Вот поменьше овальное. Такое есть. 79 рублей стоит. Кое-какие кружки новые появились. Вот такое я не видела. Написано кружка. 450 миллилитров. 99 рублей. 99. Мне кажется, она не очень удобная такая. Пить из нее. Запрокидывать голову. Хотя симпатично смотрится, да. Ну, такие попроще есть. Разных цветов. Вот это вот мне нравится. Еще такие вот расцветочки. Чисто белые есть. Разных цветов тоже. Хорошенькая вот эта окошка. Тут еще вот тоже большие. Такие вот. Что-то без ценников. Я вообще сегодня о цене не говорю, потому что я смотрю, много товара, который меня заинтересовал, не имеет ценника. Вот тут какие-то тарелочки лежат. Такие интересненькие. Это вот огромное блюдо. Тяжелое. 199 стоит. Подошла так случайно к холодильнику. Смотрю, мое любимое мороженое лежит. Взять, что ли. Хотя бы одно. Побаловать себя. Возьму так. На сколько тут лучше два. Дома покушать. Цена такая же, я смотрю. 25 рублей она стоила. Сейчас может быть 27. 27.50 скорее всего. Все, девочки. Я пришла домой. Покажу вам по-быстрому, что я купила. Вот такие носочки. Вот они без вот этих пупырчиков. Они мне нравятся больше. Но там были только вот эта одна пара. И только розового цвета. Ну, в принципе, они мне под халатик подойдут. С пупырками мне нравятся меньше. Вот эти вот сплошные. Их что-то стали редко выпускать. Мне они нравятся. В общем, 99 рублей. Ежедневки 99 рублей. Дальше купила печенье. Вот это Настя любит очень печенье. 59 рублей. И взяла вот такой дезодорант. 59 рублей тоже стоит. Надежная защита каждый день. Ну, вот я не знаю. Я так запах понюхала. Вроде нормальный запах, свежести. Ну, посмотрим. Ну, это как запасной вариант. Потому что мой заканчивается. Когда я доберусь до магазина, где я там покупаю то, что мне нужно. Вот. И почему я по-быстрому начала снимать? Потому что вот это вот мороженое. Мое любимое. Пломбирь с миндалем. В общем, две штуки 55 рублей. Одна штука 27,50. Дальше взяла вот такие ободочки. В общем, сиреневым не подойдет. Но черный как запасной вариант. И вот эта подставка. Я давно уже на эти подставки смотрела. Это тоже 55 рублей стоит. Но я думаю, что-то она такая маленькая. А потом смотрю, там 19 на 12. Думаю, как это 19 на 12. А оно вот как. Вот оно собрано 12. А его вывернуть можно будет 19 сантиметров. Сейчас попробую вывернуть. Вот. Вот вывернула. Вот такой вариант. Он больше подходит, если так кастрюлю, сковородку поставить. А если внутрь свернуть, тогда тарелку можно или что поставить. Ну, там были разные цвета. Там красный, синий. Но вот этот цвет, он мне подходит как-то больше. Бежевого не было. Но этот тоже хорошенький, светленький цвет. Так, ну и зашла я в магнит. В пятерочку не стала заходить. В магнит взяла. Зашла, вернее. Взяла себе творожный вот этот малину. Творожный вишня и черешня. Мне нравится вкус. Плюс это, ну это так, впрок там, до 22-го еще января. Взяла ломтики дынечки. Сама я люблю вот эти вот с шоколадом. Тоже как маленькая, да. Так, огурцы взяла. Один туда заберу. Я яблоки взяла. Наконец-то мне попались в нашем магните вот эти вот блины. Взяла сразу две упаковки. Потому что вот бывает, хочется иногда там пару блинчиков достала. Раз разогрела, с вареньем там с чем-то поела. Не попадались в нашем магните. Видите, пораньше пойдешь, значит возьмешь. Их видимо мало привозят. В общем, сыр у меня закончился. Топленое молочко. Мой любимый сыр. Взяла на всякий случай сосиски. Вот эти вот булочки с маком мне нравятся. И винскую взяла тоже. Что-то с собой туда заберу. Что-то тут останется. В общем, так, немножко прикупила. Баловства себе всякого. Ну вот и все, девочки мои. Показала я вам свои покупочки. В общем, покупочек немного. Но я так вот взяла то, что мне захотелось взять. Прогулялась по свежему воздуху хорошо. Вот. И сейчас я посмотрела. В общем-то достаточно уже как бы наснято. Я хотела все-таки покороче делать видео. Чтобы не сидеть целый день и заниматься. Потому что сейчас у меня много как бы других занятий. Сейчас такая движуха, движуха. Вот. Ну а так как я сегодня еще дома. То у меня есть возможность дома как раз это видео и смонтировать. Еще хочу вам сказать, девочки. Почитала я сейчас комментарии. И вот, вы знаете, вот бывает кто-то пишет комментарий. Какой-то нелицеприятный в адрес моих родственников. Ну, близких людей. Я один раз комментарий удалила. Нет, этот человек потом спустя несколько часов опять появляется и опять пишет гадость. Но я вынуждена блокировать таких людей. Поэтому я хочу вам напомнить еще раз, что девочки, лучше, если вам там кто-то не нравится, кто-то раздражает. Лучше воздержитесь. Потому что если я вижу, я читаю этот комментарий. Кто-то из моих родственников может прочитать этот комментарий. Я как-то должна же отреагировать. Да, значит, я вынуждена просто. И потом я же вижу, если я вижу, что у человека неприязнь. Либо ко мне, либо к моим родственникам, близким людям. Ну, зачем мне такой товарищ вдруг нужен? Я с таким товарищем общаться не хочу. Поэтому все, блокирую все дела. Быстро с этим делом расправляюсь. Хотя на самом деле мне очень жалко удалять, в общем, как бы сказать. Я считаю, что вот люди, как друзья уже. Ну, когда вижу, что неприязнь. Я всегда легко прощаюсь с людьми, у которых ко мне неприязнь. Или к моим, например, детям, внукам, родственникам. Вот. Ну, поэтому я вас предупредила. Лучше воздержитесь от негативных комментариев. Лучше не пишите ничего. А если пишите, то можете оказаться удаленным. Вот. Ну и все. На этом я хочу с вами попрощаться. Видео это закончить, чтобы быстренько его смонтировать. А потом, если у меня что-то будет уже интересное, я начну следующее видео. У меня сейчас идет, одно видео заканчивает, другое идет как продолжение. Вот. Ну, на данный момент, сегодня я планирую заняться монтажом. Поэтому, может быть, ничего сегодня такого делать не буду, чтобы было бы интересно снять вам. Но, в любом случае, до скорых встреч. Поэтому я с вами прощаюсь. Пишите комментарии. Желательно хорошие, позитивные, веселые, добрые. И ставьте лайки, кому понравилось видео. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok